Здравствуйте, уважаемые товарищи! Начинаем нашу научно-практическую конференцию, которая называется «Ленинский подход к развитию профсоюзов». Вы знаете, что это традиционная конференция, и, наверное, историки уже точно скажут, какая она по счету. Ну, так вот, с 2003 года, по-моему. Василий Иванович, как Вы считаете? Так? Ну, значит, тоже, да. Ну, видите, точно традиционно. Ошибки нет в этом смысле. Выбор темы всегда связан с актуальными событиями в жизни страны. И вот это название было предложено на очередном заседании Российского комитета рабочих, двигатами Российского комитета рабочих, потому что сознательно российские рабочие знают, кто такой Ленин, знают вклад Ленина в борьбу рабочего класса, ценят очень этот клад, ну и, естественно, знают, что мы накануне 150-летия со дня рождения Владимировича Ленина. Разумеется, наша конференция – это не конференция, где будут здравиться. Понятно, что мы – люди, которые занимаются профсоюзным движением, борьбой рабочего класса, мы прекрасно понимаем, что здесь еще очень много предстоит сделать и больше, наверное, нерешенных проблем, чем нерешенных, поэтому лучше, сказать, способ отметить, отпраздновать юбилей и сосредоточиться на нерешенных проблемах. Это один из Ленинских заветов. Вот в этом смысле и в этом ключе мы и будем проводить свою конференцию. свою, я имею в виду, нашу, всех висусственных товарищей. Она не случайно называется научно-практической, потому что организует ее известное очень научное учреждение, фонд рабочей академии. И представители фонда рабочей академии здесь резидентные. Думаю, что можно представить для зрителей, что Игорь Валерьевич Юрков, кандидат в наук, преподаватель Красного университета фонда рабочей академии, Денис Борисович Дегтярев, кандидат в медицинских наук, и тоже преподаватель Красного университета и консультант Российского комитета рабочих. Я, Золотов Александр Владимирович, вице-президент фонда рабочей академии, доктор экономических наук, профессор. Вы знаете, что учредительным организатором нашей конференции выступает помимо фонда рабочей академии Федерация профсоюзов России, поэтому участники профсоюзного движения всегда активно участвуют также и в проведении нашей конференции. Невиномысский институт экономики, управления и права, и я хочу передать участникам конференции привет от ректора этого университета, Олега Анатольевича Мазар, доктора экономических наук, который часто бывает и здесь, и выступает, но именно сегодня по обстоятельствам этого независимого не смог присутствовать. Но зато он прислал нам очень дорогой подарок в виде материалов международной научно-практической конференции, которая была проведена год назад. Вот дело, наше общее дело, и завершенное институтом Невиномысским, оно налицо. И вы знаете, что это уникальная серия профсоюзных изданий, и обеспечивает это издание как раз именно Невинский институт экономики, управления и права, который накануне нашей конференции провел замечательную конференцию под названием таким сокращением рабочего дня «Путь развития России». Такое название, прямо думаешь, почему мы его бы назвались. Но по сути мы, собственно, об этом тоже будем говорить, потому что ленинский подход в этом по существу и состоит. Ну, и Институт теории и практики профсоюзного движения, директором которого я являюсь, тоже организатор этого важного события в жизни профсоюзного движения, да и в жизни научной тоже. Мы можем представиться, наверное, да, все участники, но не такой большой круг, у нас есть такая традиция, наверное, чтобы все друг друга знали, знали, кто будет выступать, хотя люди выступающие тоже будут представляться, но это, по-моему, поможет лучше нам провести нашу конференцию. По крайней мере, раз у нас все по традиции идет, была такая традиция, что все участники представляются. Поэтому, президент приставлен, значит, в скалы пойдем. Юрий Павлович, можем с вас давать? Герасимов Юрий Павлович, механик-новатчик, член рабочей партии России. Ну, так, а город какой? Нижний Новгород. Можно предприятие, наверное, называть. Пожалуйста. Предприятие Нижегород-Мебелика. Я думаю, партии не сможете указывать, можете не указывать. А можете указывать. От рабочих это очень интересно. Пожалуйста. Светлана Большова, а что еще сказать? Безработные? Ну, вот. Уволили неожиданно. Это современное общество такое. Здесь есть и безработные тоже. Важно, что здесь вот, а не просто безработные. Товарищ, пожалуйста. Артем Николд Дмитрий, инженер, член Московской отделения рабочей партии России. Город за голос. Тоник Иванович. Лапшин Анатолий Николаевич, нештатный советник регионального союза Ивановского объединения, организации профсоюзов. ФНПР, член КПРФ. Так, а то, что вы заслуженный к нам из России, это пустяк? Это к этому дело относится, поскольку, значит, у нас конференция не экономическая, а больше политическая. Нет, у нас научная конференция, поэтому... Но она больше политическая. Дмитрий Николаевич, не спорьте, я все равно всем скажу, что вы заслуженный к нам из России. Спасибо. Кугик Антон Сергеевич, водитель грузовика, город Таллинн, дифтон транспорт, транспорт УФА. Ананевич Никита Александрович, слесароэлектрик, трамвайное депо, цехообслуживание, Самара. Самара. Горзевнин Максим Владимирович, Самара, слесарь по ремонту подвижного состава на данный момент, ТТУ города, Самара. Спасибо. Капитан Сергеевна Пошкина, дизайнер, Елевская, член рабочей квартиры. Василий Иванович. Шишкарев Василий Иванович, миссионер, бывший деловец представителей Союза рабочей Москвы. Представитель Российского комитета рабочих по Москве. Здравствуйте, Владимир Михайлович, пенсионер. Представитель Российского комитета рабочих в Детенов, Градьеве области. Спасибо. Виктор Алексеевич Славович, Москва. Спасибо. Сарайкин Сергей Сергеевич, Москва, главный редактор телеканала рабочей ТВ «Москва». Градушкин Сергей Александрович, главный простой электриканала. Федяна Андрея Анатольевич, город Королев, оператор, Санкт-Петербург. Маренкова, Невадимировна, Матища, домохозяйка. Шатрова Елена, я сглобина Ногинска, я работник Ногинского хлебокомбината. Очень приятно. Виктор Игоревич Ишилов, Ленинград, работник АОКБСМ, монтажник радио-электронной аппаратуры. Спасибо большое. Уважаемый Анатольевич, ну как видите, вообще можно сделать пыль, что география участника. Я не знаю, что я не представляю. Кто? Я не знаю, что я не знаю, что я не разговариваю. Сергей Тюленев, руководитель видеоканала фонда рабочей академии. Здесь тоже есть смысл. Артём Иванёк, город Электросталь, металлический завод Электросталь, инженер. Спасибо большое. Итак, я отмечаю, что география участников расширяется. Очень отравленный факт. Переходим. Я думаю, что регламент мы не будем долго обсуждать. Я предлагаю дать, так сказать, слово для доклада тем, кто готов доклада. В президиуме есть такие люди. А для выступления, конечно, каждый желающий, здесь участник, имеет право. И вообще, было бы очень здорово, если бы выступил с докладом, с сообщением. Ну, я думаю, в пределах 10 минут хватит. Погнали. Вполне достаточно. Походу тебе. Поступающий. Ну, тогда не жестко будем приментировать. Я думаю, что, в предъезде он справится, да, и зал тоже, если надо, поправит. Поступающий. Слово для доклада представляется Золотову Александру Владимировичу, профессору, доктору экономической наук. Уважаемый товарищ, я хотел бы остановиться на актуальных вопросах ленинизма в применении к профсоюзному движению, к современному. Значит, вот я уже сказал о том, что мы вспоминаем Ленина не потому, что это прошлое профсоюзного движения, а потому, что это его современность. Идея Ленина, которые являются соединением теоретического исследования и большого практического опыта, они нуждаются в освоении и очень, так сказать, совершенно необходимы для решения сегодняшних задач профсоюзного движения. Вот эту мысль я постараюсь развить в своем выступлении. Владимир Владимирович Ленин, как и все марксисты, то есть сознательные сторонники рабочего класса, родители его коренных интересов, очень высоко придавали большое значение профсоюзам. И это не случайно. И больше того, мы говорим о том, что Ленин обеспечивал развитие профсоюзов, прежде всего в теории. А что значит развитие? Это мы тоже знаем, развитие идет через противоречия, и другом развития является борьба противоположностей. Значит, Владимир Владимирович Ленин, как марксист, в марксизме душой является диалектика, как великий диалектик, он как раз эти противоречия и раскрыл. И главные противоречия профсоюзного движения являются противоречия между борьбой за коренные интересы класса и интересами текущими, которые могут расходиться с коренными интересами. То есть интересы, которые выступают в форме цеховых, интересов отдельных профессий и групп работников. И вот это противоречие является двигающим в создании профсоюзов, в их развитии, который достигает уровня победы рабочего класса в классовой борьбе и установлении диктатуры патриарта. А первыми шагами, как мы знаем, является как раз создание профсоюзных организаций, как, по характеристике Ленина, как зачатков классового объединения. Вот рабочие всегда оказываются перед необходимостью борьбы за свои интересы. Потому что все мы знаем, что есть классовый антагонизм, он по отношению к каждому рабочему проявляется. Значит, капиталист старается излить побольше прибыли, и в этом смысле не заинтересован в улучшении условий труда непосредственно, повышении зарплаты и так далее. А каждый рабочий хочет улучшить свою жизнь. Вот поначалу эта борьба идет в виде такой, что каждый старается в одиночку добиться улучшения своего. Тут разные способы, и эти способы сегодня скровняются в подлаз, к начальству, и есть очень незаменимый специалист, значит, поугрожать уходом. Есть много способов, да, и все они, стараюсь сказать, опробованы, опробированы, и все заканчиваются одним, что по одиночке рабочие терпят поражение. Даже если временно он, так сказать, рабочий добился успеха, пользуясь своей незамедленностью, капиталист это никогда не забудет, и всегда дойдет до того, что выберет такой момент, когда этого незаменимого заменит. Поэтому рабочие на своем опыте очень быстро убеждаются, что обеспечить свои интересы, коренные интересы, а их интересы как раз связаны с обеспечением полного высотяния свободного и всестороннего развития всех членов общества, в одиночку совершенно невозможно. Вот тогда-то и рождается первая форма объединения, цеховой профсоюз. То есть, когда люди высококвалифицированные, пользуются своей высокой квалификацией ограниченностью предложения о рынке труда. Вот работник в такой квалификации объединяется в узкий профсоюз, и вот регулирует свою зарплату и свое положение тем, что не допускает новых членов в свой профсоюз, или допускает в ограниченном количестве, и тем самым создает такое некоторое монополие, которое позволяет убиваться им приемок условий труда. Это уже некоторая форма объединения, и она позволяет набиваться определенных успехов. Мы с вами понимаем, что это объединение, которое противостоит широким массам рабочих. И в этом смысле, так сказать, это такого рода объединение рабочих аристократов, как будто басованных от основной массы рабочих. Этот этап, пожалуй, неизбежный, но он приходящий этап, потому что рабочие, которые не попадают в эти цеховые профсоюзы, сначала убеждаются в том, что объединение дает возможность бороться за свои интересы успешнее, а во-вторых, поскольку их значимость повышается и повышается, они, разумеется, начинают создавать свои профсоюзы и приливают эти узкие рамки цеховых профсоюзов, цеховых союзов. И тем самым поднимаются до объединения по профессиям. А дальше, когда выясняется, что работают они на крупных предприятиях, которых, как мы знаем, развита кооперация труда, то есть та форма труда, в которой много лист, полномерно их зависит друг к другу, работают в одном и том же или в разных процессах производства, когда они в этом убеждаются, они понимают, что деление даже по профессиям не обеспечивает достаточной активности этой борьбы и переходит к производственным принципам, то есть к объединению в профсоюзах всех работников, занятых на данном предприятии и в данной мудрости. Значит, это естественный путь развития, который сопровождается большими успехами, но тем не менее этот путь тоже не гарантирует еще полного успеха до тех пор, пока не происходит включение в правосоюзную борьбу авангарда рабочего класса, политической партии. Это совершенно необходимый этап. Как Владимир Ильич отмечал, что развитие рабочего класса с необходимостью идет через профсоюзы и через взаимодействие профсоюзов с партией рабочего класса. Это действительно необходимый совершенно этап, потому что вот для того, чтобы осознать, а за что же все-таки бороться? Ну, поборолись за зарплату. Для этого не надо знать марксизм. И даже, может, поборолись за рабочий день. Но это уже менее понятно и менее очевидно. Потому что, думаете, сегодня что ли такая идея в брови к умах? И точнее говоря, это не идея, а вот некоторые представления, что для того, чтобы лучше жить, надо больше работать. Я думаю, оно всегда было в голове. И, так сказать, поддерживалось практикой, бездействием, например, да, и, так сказать, какими-то, так сказать, премиальными и какими-то подачками от предпринимателей по отношению к таким рабочим готовым тащить эту работу безмерно. Так вот, вот чтобы осознать, что надо сокращать рабочий день и сокращение рабочего дня это, между прочим, не просто результат борьбы с воей. Это и предварительные условия для успеха классовой борьбы. Вот для этого нужна уже партия. И партия – это следующий этап в развитии рабочего класса. Но тот этап, который идет как раз в связи с развитием профсоюзов, есть высшая форма борьбы рабочего класса, вырастающая из профсоюзного движения, а не помимо этого движения. Значит, это на практике было проверено. Мы знаем, что первые марксистские кружки всегда были связаны с борьбой рабочего класса, которая, скажем, в России всегда была, по сути, профсоюзной борьбой, хотя и профсоюзы не были легализованы. Но они существовали в том виде, и рабочая организация существовала в том виде, в каком это можно было в условиях царизма, в основе политические правды, экономические правы работников. Но, тем не менее, выполняли все функции профсоюзов эти рабочие организации. Прежде всего, они бастовали. И вот надо отметить, что особенностью рабочего класса России является огромная интенсивность субосновочного движения. невиданная для всего тогдашнего, даже и передового мира. Невиданная. То есть, с 1900 года по 1917 год активность забастовочной борьбы в России была самой высокой. И Владимир Ильич как раз и отмечал, что вот в ходе этой забастовочной борьбы происходит освобождение рабочих от ориентации на узкие интересы, от страха, от покорности по отношению к хозяевам, что вот именно в ходе забастовок рабочие начинают чувствовать себя людьми, способными добиться многого и добивающимися этого момента. И мы знаем, что все большевики, все крупные большевики так или иначе участвовали в забастовочной борьбе. Ну, надо понимать, как они участвовали. Участвовали в организации. Вот, скажем, мы знаем прекрасно, что товарищ Сталин был организатором забастовочной, крупнейшей забастовки, не первой забастовки в декабре 1904 года в Баку. Да, она была предвестницей как раз комиссионных событий 1905 года. И надо видеть связь между этим событием и всеми последующими. Но я должен сказать, что Сталин был организатором, но сам-то он, как известно, работу не останавливал. От забастовки мы знаем, что это временный, так сказать, или частичный или полный прекращение работы на определенный время. Он-то на заводе не работал, на приисках не работал, был организатором. А что из этого следует? Что вот прямо вот вышел Сталин, даже если он был очень авторитетный, он к кому вышел? Вот к тем тысячам, которые бастовали, а там несколько десятков тысяч. Нет. Он вышел самым лучшим рабочим. Эти рабочие, так сказать, убедились в правоте поставленной задачей товарища Сталином. Он, так сказать, сформулировал ее хорошо и показал эти требования, и убедил их. А вот те десятки тысяч пошли вот за этими рабочими, которые сами остановили работу. И в рядах бастующих были непосредственно, не со стороны, а как сами рабочие. И вот я думаю, что это очень важно понять. Как же идет взаимодействие партии с рабочим классом, так сказать, с его профсоюзной организацией? Да как? Через передовых рабочих, которые сами несут все тяготы забастовочной борьбы, которые, так сказать, как коммунисты, ну вот, испытывают, так сказать, все давление капитала, и в первую очередь, они испытывают его. Но поскольку они коммунисты, это их не останавливает, если даже, так сказать, выпадает из строя, вырван из строя один коммунист, а с мёным внук приходят другие коммунисты. И вот только так можно вести эту очень трудную борьбу. И Ленин об этом прекрасно писал, что вот есть передведи рабочие, которые, несмотря на каторгу капиталистического труда, выработали в себе марксистское мировоззрение. Разумеется, с помощью интеллигенции партийной. И вне партии такого не выработаешь, безусловно. Значит, к ним примыкают середняки, это люди тоже такие сознательные, достаточно активные, но еще не вполне устоявшиеся. А за ними, значит, наблюдаются огромные массы, которые в обычное время спят и не воспринимают и так далее. Но когда начинаются события, то вот вся эта цепочка выстраивается, что в конечном счете за вождями рабочего класса из рабочих идут и массы, которые прежде спали. Вот эти десятки тысяч пошли за большевиками и провели эту стачку. И так было во всех крупных стачных событиях, во всей крупной стачной борьбе. Поэтому, я думаю, что одним из уроков является то, что очень важно рабочей партии осуществлять связь с рабочим классом и с профсоюзным движением через тех рабочих, которые находятся в партии. Вот эти рабочие, они и есть эта непосредственная форма связи с профсоюзным движением и с забастовочной борьбой. Еще раз говорю, Владимир Ильин мог написать листовку, Сталин мог предложить проект коллективного договора, но остановить работу могли только те, кто работали на прииске, на заводе и так далее. Вот так осуществляется связь партии и взаимодействие с профсоюзным движением с забастовочной борьбой. Я думаю, что сознание коренных классовых интересов привносится, конечно, в борющийся рабочий класс именно партии. Ну и, соответственно, это определяет очень высокий требование к программе партии. И мы знаем, что программа, принятая на втором связи партии, в 1903 году содержала все коренные требования интересов рабочего класса, в том числе требования, которые мы сегодня, к этому все время возвращаемся, причем, потому что оно снова уходит в угол угла, требование сокращения рабочего дня. Тогда до 8 часов, но это в целом, а для отдельных категорий предполагалось сокращение до более низкого уровня. И это требование рассматривалось как непосредственно улучшающее положение рабочего класса, обратить внимание еще в программе, программа нацеливает на борьбу с конечными интересами рабочего класса, как предварительные условия освобождения рабочего класса. То есть, это такое ключевое требование, которое сегодня улучшает, и это сегодняшнее улучшение позволяет использовать для достижения цели борьбы рабочего класса конечных целей, для восстановления литературы Петриата, которые, конечно, не конечные цели, но такой принцип, без которого конечная цель достигнута быть не может. И вот это настолько важно, что, значит, как вы видите, рабочий класс в любой стачке, я обращаю ваше внимание, всегда уставлялись конкретные требования для данного предприятия, но было общее требование для всех стачников, и чем дальше, тем больше этот требование выходило на первый план, требование сокращения рабочего дня до 8 часов. Это для нас очень важный урок, и мы должны понимать, что, наверное, это отражение такой размах старочной борьбы острых противоречий того времени, но это и отражение того, что люди осознавали коренные свои интересы и начинали быть движимыми этими коренными интересами, а великие задачи, как мы знаем, рождают великую энергию. Вот этому мы должны сегодня учиться у Ленина тоже, находить те коренные задачи в сегодняшних событиях, которые позволяют решить нам задачи развития рабочего класса через развитие профсоюзного движения и укрепление партии, потому что партия совершенно очевидно не может укрепляться, если не будет развиваться рабочий класс через профсоюз, если партия не будет работать профсоюза. Казалось бы, что то, о чем мы говорим совершенно очевидно и у современного рабочего класса можно найти много сторонников политических, но, к сожалению, это не так. Мне приходилось недавно читать газету «Союзская Россия», где выступил человек, который Юрий Воровин, если не ошибаюсь, был в советское время крупным хозяйственником, и потом в Компартии был депутатом Государственной Думы. И какая же интересная мысль была у этого крупного по меркам Коммунистической партии Российской Федерации деятеля. Мысль была такая, что разговоры о сокращении рабочей недели не ко времени. То есть он не за то критиковал Медведева, что там есть недоговоренность, что не хочет ли господин Медведев сжать в 40 часов в 4 дня, тем самым увеличить рабочий день до 10 часов. А он критиковал за то, что вообще постановка вопроса о сокращении рабочего времени не ко времени, что мы страшно настаём по производительнице труда. То есть он представил тем самым Медведева как левого, как человека, который, выступая из интереса рабочего класса, ну просто опередил события. Кто же он тогда сам оказался, этот коммунист, представитель Коммунистической партии Российской Федерации с большими заслужениями, как самый правый, как революционер. И как же вот они используют парламентскую трибуну, и как же они используют печать Советской России, для каких идей? Для того, чтобы остановить борьбу рабочего класса под лозунгом несвоевременности. И мы знаем, что эта линия продолжается. Это не сегодня родилось. Всякие оплатунисты всегда выступали не ко времени. Вот, например, Плеханов. Это уж не чита, а Воронину. Он имеет огромные теоретические заслуги перед рабочим классом России. Но помните, я считал, что не вовремя начали социалистическую революцию. Ну не созрела еще Россия на социалистической революции. И вот эта мысль о том, что еще не готовы, не готовы улучшить положение рабочего класса. Они вроде как и сторонники, но еще нет условий для улучшения положения рабочего класса. И эти люди после этого еще называют себя коммунистом. Вот и с кем приходится бороться. И с кем приходится иметь дело рабочему классу. Ну а главное, конечно, что это борьба. Борьба как источник развития профсоюзов. О чем, скажем, Владимир Михайлович говорил, что главной линией борьбы, фронт борьбы с работодателем, проходит через профсоюзы. Почему? Потому что если одни выступают за коренные интересы, а другие за текущие, не просто за текущие, а такие текущие, которые расходятся с коренными, то они тем самым переходят на сторону работодателей. И работодатели с удовольствием поддерживают таких борцов, которые, померяясь в требовании и выступают против передовиков. Они с удовольствием поддерживают. И подачками, и тем, что, так сказать, продвижением по службе или они с удовольствием поддерживают. А кто это такие? Те, которые поддерживают работодателям и поддерживают работодателям. Вот пример, штрейбрейхеры. Это же рабочие. И они, разве они не объясняют вам, почему они нарушают единство борьбы рабочего класса? Это очень понятно. Почему? У них есть дети, они голодают. Это действительно так. Как будто бы у тех, кто бастует, нет детей, они не голодают. Но тем не менее, вот это видно, что вот это измена. Дело рабочего класса, хотя она продиктована не просто какими-то логическими соображениями, а вполне материальным соображением. Это очень суровая борьба. Борьба за коренные классовые интересы с интересами текущими, расходящимися с коренными классами. И она проходит действительно внутри профсоюза. И никто не свободен от противоречия этих интересов. Даже и самый передовой рабочий не свободен от противоречия этих интересов. Но он потому и передовой, как коммунист, что он способен устойчиво разрешать эти противоречия по линии приоритета коренных классовых интересов. Он способен быть твердым. И тогда, поскольку он твердый, он может помочь тем, кто колеблется. А стоишь колеблется. То он сегодня этим интересом, как руководство подумает, да у меня же дети, а что же я буду. Он тогда туда потянул. Так вот, Ленин тоже об этом говорил. Мы тоже должны помнить, что лучший способ помочь колеблющемуся, это перестать колебаться самому. И вот это тоже урок для тех, кто работает в профсоюзе. Да, нужна твердость. Твердость в этой борьбе. Это очень сложно, это очень тяжело. И Владимир Владимирович никогда не примешал сложности опасной этой борьбы. Но альтернатива такая, что будет вечное рабство. Если не будет этой борьбы, будет вечное рабство и вечное прозябание. И вот это совершенно было чуждо Ленину и ленинизму. Смирение, покорность по отношению к существующему обстоятельству, примирение с капиталистическим строем. И здесь Ленин был вполне на уровне Маркса, которые спрашивали, что с годами Маркс остается непримиримым. Вот Маркс говорил, что я не могу примиряться. То есть это непримиримость, это цена и качество борца за дело рабочего класса. Значит, таким образом мы видим, что Владимир Владимирович Ленин нам, скажите, поможет. Сейчас я не что-то отвлекаю. Осознать коренный интерес рабочего класса и формулировку, которую здесь присутствующие, все прекрасно знают. И это огромная удача, что мы такую формулировку имеем и ее уже знаем. Что коренный интерес рабочего класса требует обеспечения полного предстояния свободного всестороннего развития всех членов общества. И вот эта формулировка, она нам помогает в любых условиях, в новых условиях, в условиях, которые отдалены от того времени, когда Ленин, непосредственно действует, определить, что же нужно для улучшения рабочего класса в соответствии с этой целью. Это надо оценить, и ей всегда руководствоваться. Владимир Владимирович Ленин пощеркнул роль профсоюзов, которые развиваются от зачатков классового мнения до самой массовой организации рабочего класса, в условиях диктатуры патриарта. И без которой, я имею в виду, без массовой организации, диктатура патриарта не продержится и дня. Поэтому все сторонники власти рабочего класса должны работать в профсоюзах, без которых, еще раз говорю, что освобождение рабочего класса просто немыслимо. И в-третьих, мы должны понимать, что весь этот потенциал профсоюзов может быть реализован в полной степени только тогда, когда будет сформирована рабочая партия, партия рабочего класса. И когда эта партия научится в полной мере использовать специал профсоюзов, работая в этих профсоюзах. Мы прекрасно помним, что примитивно капитализм, это могут быть и желтые профсоюзы. Мы по опыту советского времени, зная, что тенденция пожелтения профсоюзов наблюдается и при социализме, и будет наблюдаться, и поэтому нужна будет борьба, и нужна будет рабочая, в том числе и профсоюзного аппарата. И не таким образом, что мы возьмем рабочего, хорошего, и сделаем из него освобожденного профсоюзной работе. Эта задача осталась во многом нерешенной. А рабочая не стоит в том, что ответственные профсоюзные, в том числе, функции, будут выполнять рабочие по совместительству, по совмещению с основной производственной работой. И если это прямо мы в Ленину не можем найти, хотя можем и прямо найти, то мы с вами понимаем теперь последнее, вот то, чем Ленин завершал, что нужно вести в ЦК. 100 рабочих от станка, от станка, а не из рабочих. Это не просто для устойчивости Центрального комитета, это в тех условиях устойчивость, а вообще это была стратегическая задача, что вот если мы в партии эту линию проведем железной рукой, что рабочие, значит, играют решающую роль, так сказать, принимают на себя ответственность за решение этих вопросов и действуют активно, то тогда и в профсоюзах тоже будет решена задача о рабочении аппаратов профсоюзов. Ну и тогда мы получим полный успех в том смысле, что мы получим организацию, способную для борьбы за полное уничтожение классов. Но когда это полное уничтожение классов завершится, тогда профсоюзы будут уже объединение работников не профессионально, а еще видно каким-то новым образом. Но это будет объединение людей, которые умеют делать все. И вот профсоюзы, как школа коммунизма, как школа борьбы, должны точно прийти и обязательно придут. И мы сегодня находимся на той как раз ступени, когда мы соединяем профсоюзы с партией рабочего класса, налаживаем это взаимодействие и тем самым поднимаем профсоюзы до такого уровня, который может уже непосредственно предшествовать к восстановлению диктатуры политориадов. Ну и, конечно, положения тяжелые, но я хочу сказать, что есть трудные положения, проблемы все это видите. И кажется, что еще не преодолен кризис профсоюзов, не преодолен. Но тем не менее условия для подъема профсоюзов налицо. Видите, как исходит в медицинской сфере. Вот этого не было совершенно. Они вроде как, что они пытались сделать, помните, они пытались работать на полторы ставки, на две, на три ставки. И поняли, что это путь в никуда. И вот теперь они решили не на три ставки работать, а работать на одну, а зарабатывать достойно с помощью профсоюзов. Это искра, это симптом, это выражение настроения. Не надо думать, что рабочий в этом смысле отстал. Но это хороший пример. Я думаю, что следующий шаг будет за рабочими, за рабочими организациями. И мы накануне профсоюзного подъема. И этот подъем пойдет по Ленину. Через развитие рабочего класса, через развитие профсоюзов и через развитие партии рабочего класса. Спасибо за внимание. Слово для доклада. Представляется кандидат в медицинских наук, консультант в российском дед-рабочих Денис Борисович Детилев. Здравствуйте, товарищи. Я бы хотел осветить такой аспект ленинской позиции по отношению к профсоюзам, как борьба с политической нейтральностью профсоюзов. Так называемой позицией, которую занимали меньшевики и эсеры. Занимали на словах, то есть теоретически. Они выдвигали такой лозунг о том, что профсоюзы должны быть политически нейтральными. То есть не относиться к никакой партии, не выдвигать политические лозунги, а заниматься чисто экономической борьбой. Как мы видим, это требование, это программное, можно сказать, требование, оно перекликается с такими течениями, как экономизм, как бернштейненство в социал-демократии. И, соответственно, борьба с политической нейтральностью профсоюзов, она тесно переплетена также борьбой против экономизма. На что ссылались сторонники политической нейтральности профсоюзов? На то, что Маркс изначально был против того, чтобы профсоюзы активно участвовали в какой-то политической борьбе. Ну, по всякому случаю, такие мысли высказывал. С чем это было связано? Владимир Ильич объяснял это в своей работе о политической нейтральности профсоюзов. Он объяснял это тем, что профсоюзы на ранней стадии своего развития, они были довольно слабые, и буржуазия, как основная политическая сила, не интересовалась особенно профсоюзами. Соответственно, а социал-демократия также была слаба и не могла оказывать какого-то существенного влияния на профсоюзы. Соответственно, как только буржуазия увидела, что профсоюзы становятся реальной силой, она стала вмешиваться в дела профсоюзов и стала оказывать непосредственно политическое влияние. Осуществлялось это так же, как сказал Александр Владимирович, и Владимир Ильич писал об этом же, о том, что буржуазия осуществлял свое влияние путем подкупа верхушки профсоюзов и через верхушку, через правящие круги профсоюзов, соответственно, оказывала свое политическое влияние, проводила свои политические интересы. А интересы ее в данном случае были понятны, это сохранение и осуществление своей власти политической. Таким образом, борьба рабочих в профсоюзах ограничивалась, с одной стороны, чисто экономическими требованиями, и рабочим обрезали путь для борьбы за свои коренные интересы, то есть за завоевание политической власти, за уничтожение системы наемного труда. Ограничивали эту борьбу борьбой за повышение заработной платы, за улучшение условий труда. С одной стороны. С другой стороны, отдельные группы буржуазии использовали профсоюзную борьбу в качестве средства конкурентной борьбы. Все это мы видим и сейчас, собственно говоря. Почему, соответственно, Маркс занимал еще позицию о политической нейтральности профсоюзов в самом начале, по сути дела? Для того, чтобы не вносить раскол в рабочее движение. Не вносить раскол в рабочее движение. Вот эту фразу подхватили и меньшевики, подхватили и эсеры. С разных позиций они использовали это положение. Но, тем не менее, как раз вот эти две линии в социализме, соответственно, они же и вносили раскол в рабочее движение. Потому что на практике политическое влияние этих партий было довольно сильно. И Владимир Ильич приводил такой пример на примере профсоюза железнодорожников, когда эсерам удалось получить перевес в структуре этого профсоюза. И, соответственно, первое, что они сделали, они выгнали фактически всех представителей других политических партий, заставив их обособиться в отдельный профсоюз. То есть, на практике, практика политической жизни, она разошлась полностью с их теоретическими представлениями. И причины выдвижения этого лозунга со стороны эсеров и меньшиков совершенно понятны. То есть, здесь задача была не в том, чтобы действительно обеспечить политическую нейтральность профсоюза, в том, чтобы обеспечить свое политическое влияние. Опасаясь влияния политического большевиков, опасаясь того, что действительно профсоюзы будут становиться из органов экономической борьбы, органами борьбы классовой, в которых рабочие будут получать опыт, в том числе и политической борьбы, опасаясь влияния большевиков, вот этот лозунг политической нейтральности профсоюзов активно продвигался. И здесь мы можем увидеть три этапа. Это первый этап, когда на лондонском съезде было принято решение о политической нейтральности профсоюзов. В дальнейшем на Стокгольмской и Штутгартской конференции, все-таки, несмотря на то, что в Штутгарте выступил Плеханов, и здесь он уже выступил как меньшевик, и также французские социал-демократы выступили в Штутгарте, с аргументами в защиту политической нейтральности профсоюзов. Эта аргументация была довольно слабая, и большинством было принято решение о том, что социал-демократия должна идти на союз с профсоюзами, с профсоюзными организациями, и, соответственно, по сути дела, вносить социализм в рабочее движение, то, что должна делать политическая партия, коммунистическая политическая партия. Этот вопрос Ленин освещил в работе о политической нейтральности профсоюзов, осветил он ее в предисловии к брошюре Воинова по этому вопросу, и возвращался к вопросу о политической нейтральности профсоюзов, о борьбе с ней, вплоть до последних работ. И если мы возьмем такую крупную его работу, как выступление на Втором съезде профсоюзов, то там уже в условиях победившего пролетариата, в условиях, когда была установлена диктатура пролетариата, и роль и значение профсоюза изменилась, Владимир Ильич Ленин опять-таки подтвердил свою позицию в отношении того, что профсоюзы должны не просто быть организациями по профессиональному признаку и заниматься борьбой экономической, а прежде всего они должны быть как раз массовыми организациями, которые осуществляют диктатуру пролетариата. И здесь он выдвигал следующие требования о том, что профсоюзы должны направлять людей для обучения государственному строительству, то есть профсоюзы должны стать школой государственного строительства и государственного управления, и профсоюзы должны срастаться с государством, то есть происходить так называемое огосударствование профсоюзов. И мы знаем, что вплоть до середины 30-х годов это и происходило, и профсоюзное движение ширилось, и было активное участие профсоюзов в хозяйственной жизни, но, к сожалению, потом, поскольку страна готовилась к войне, и вот этот момент участия широких масс трудящихся, в том числе и через профсоюзы, в государственном управлении, он, конечно, значительно сократился. К сожалению, после войны к этому возврата не произошло. Владимир Ильич также подвергал критике то положение, которое выдвигали меньшиняки о том, что если партия, которая взаимодействует с профсоюзами, заражена ревизионизмом, то этот ревизионизм неизбежно перейдет и на профсоюзы, и, так сказать, и сгноит все профсоюзное движение. На что Владимир Ильич Ленин возражал, что если партия заражена ревизионизмом, то она уже перестает быть партией рабочего класса и становится партией буржуазии. И мы знаем, что, собственно говоря, это и произошло с Коммунистической партией Советского Союза. И вот этот ревизионизм полностью передался и профсоюзам позднего советского периода, и нынешним профсоюзам. Сейчас мы также слышим из уст профсоюзных лидеров, в основном, конечно, это касается независимых, так называемых, профсоюзов, о том, что профсоюзы, они вне партийной жизни, вне политической жизни, и самые у нас деполитизированные получаются это независимые профсоюзы России, хотя мы прекрасно видим и знаем о том, что это не мешает им проводить в жизнь политику и способствовать осуществлению интересов крупной российской буржуазии, чего только стоит поддержка инициативы четырехдневной рабочей недели. Но, тем не менее, тот же Шмаков заявляет о том, что у нас есть еще и желтые, оказывается, профсоюзы. А мы-то думали, что ФНПР желтый профсоюз, а что же может быть желтее еще, желтее желтого? Понятно, что Единая Россия, как правящая партия, окормляет, так сказать, и направляет деятельность Федерации независимых профсоюзов России. Что же касается других организаций, в частности, КТР, то здесь тоже интересно, если мы посмотрим на программное заявление, вроде как там звучат очень хорошие слова о том, что труд, капитал и надо бороться с капиталом, но, тем не менее, в следующем абзаце мы видим, что партия, оказывается, Единая партия России, она не является партией, вообще это не партия, и не надо с ней бороться, это просто, так сказать, собрание голосующих, которые фиксируют интересы государственного аппарата. То есть, есть некий государственный аппарат политизированный, и есть просто несчастные люди в Думе, которые вынуждены там голосовать за какие-то законы. Таким образом, вот этот аспект политической борьбы, он сдвигается в какую-то непонятную совершенно плоскость. Мы знаем, что справедливая Россия, она довольно успешно КТР окормляет, и, так сказать, это ее вотчина. Что же касается влияния коммунистической партии, то мы знаем, что, ну, как таковой партии коммунистической, в истинном понимании, то есть, партии рабочего класса, как наличного бытия в России сейчас нет. Есть партия рабочего класса в становлении, и мы с вами как раз сейчас присутствуем на событии, и завтра будем участвовать в том событии, которое как раз и показывает, как должна партия рабочего класса влиять на работу профсоюза. Потому что без, с одной стороны, научной разработки принципов борьбы, лозунга борьбы, основных положений, методологии этой борьбы, невозможно ввести эффективную и профсоюзную борьбу, и классовую борьбу. С одной стороны. С другой стороны, это подчеркнул в своем докладе Александр Владимирович, партия через своих членов должна непосредственно работать в профсоюзах. Это могут быть профсоюзы, уже имеющиеся, в том числе и, так называемые, желтые профсоюзы, в том числе и профсоюзы ФНПР. Все это Владимир Владимирович Ленин писал еще в начале прошлого века. О том, что мы не должны обращать внимание на эти призывы, о том, что оставьте профсоюзы в покое. Мы должны спокойно, уверенно работать в профсоюзах, без нажима, без излишнего давления, не стремясь подчинить себе профсоюзы, но вносить марксизм в профсоюзную жизнь и строить классовую организацию рабочего класса. И это залог победы рабочего класса, потому что без опоры на профсоюзы, как самые массовые рабочие организации, невозможно создание советов, а без советов невозможно установление диктатуры пролетариата. Поэтому мы должны следовать ленинским принципам, не поддаваться, так сказать, на политические провокации и вносить коммунизм в рабочее движение через работу в профсоюз. Уважаемый товарищ, ну вот президиум, так сказать, свой долг выполнил, потому что готовились, ну я думаю, что готовились и вы тоже. Все мы готовились, поэтому, пожалуйста, кто бы взял. Пожалуйста. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова